Стабильной коалиции, которая бы переживала весь парламент, все там несколько лет, не было никогда. Не при Януковиче была. Не при Януковиче, не при Тимошенко, не при Ющенко, не при ком. Не было такого политика в стране, который мог бы консолидировать вот так парламент, провести реформы, сформировать новый курс, его реализовать. Не было, но будет. Каплин. Да, Каплин. Вторая важная составляющая. Мы сегодня говорили о медицине. Природа проблем в медицине, в отсутствии реформ, в отсутствии реформ в полиции, как раз заключается в том, что мы не имеем сегодня коалиции, не имеем адекватного коалиционного соглашения, а то, которое мы имеем, не выполняется. Это вторая составляющая. Третье, я хотел бы заявить, к сожалению, сегодня нет, не существует механизма, а регламента коалиции, вернее, все нормы, которые регулируют работу коалиции, выписан таким образом, что ею можно крыть как угодно. Поэтому, дорогие друзья, забудьте о дискуссии, которая может привести к тому, что, опираясь на формальные нормы их невыполнения, президент когда-либо совершит акт распуска парламента, пока для этого не будет политических предпосылок. И последнее. Единственная сила, которая может спасти сегодня страну. Каплин. Единственная сила, не поясничай, пожалуйста. Нождук. Которая сегодня, которая сегодня может вернуть людям нормальное здравоохранение, нормальную полицию, то есть выполнить те нормы в Конституции, которые есть первоочередными, это украинский народ. Вот.